Всем привет! Спустя полгода я наконец-то вернулся, но на этот раз ролик будет длиться не 40 минут, а 10-15, максимум 20. На повестке дня у нас сегодня неизвестная в России крипипаста, Сфинкс Сатаны. Рад видеть вас на канале Ван Силич, поехали! Если крипипаста в России неизвестная, то как я её нашёл? Возможно спросите вы. Дело в том, что ещё год или два назад я смотрел айсберг по крипи ютубу, переведённый с английского языка. И там эта тема вскользь была затронута, однако тот ролик сейчас удалён. По крайней мере мне не удалось найти его снова. Когда я его посмотрел, я воспылал интересом. Крипипаста про этот страшный ролик, про пытки заключённых, про удаление со всего интернета? Чем-то мне это напомнило наши отечественные пасты. Поэтому я принялся копать, однако надолго оставил это дело. До сегодняшнего дня. Сфинкс Сатаны. Что это? Это не просто крипипаста про потерянный видеоролик. Эти два слова обросли многочисленными легендами. На ютубе даже есть якобы настоящая версия этого видеоролика, и мы с вами её тоже разберём. Также я вам в конце покажу моё видение Сфинкса Сатаны. Однако если его в этом ролике не будет, значит у меня получилось воссоздать этот ролик настолько хорошо, что ко мне постучались дяди из ФБР. А сейчас я зачитаю вам все легенды об этом проклятом фильме, что я смог найти в интернете. Как сообщает аноним, Сфинкс Сатаны это видео запрещенное к показу в США, поскольку оно наполнено действующими на подсознание кадрами, что доводит зрителя до самоубийства. Несмотря на это заявление, вы почти не найдёте информации по нему за пределами ресурса Yahoo. Это цитата с сайта, посвящённого Сфинксу Сатаны. Я впервые услышал об этом фильме на 4chan в разделе X. Хотя нельзя назвать этот ресурс самым надёжным источником информации, вот что было выявлено на данный момент. Это может быть видео сатанинского ритуала. Видео может быть похоже по стилю и содержанию на самые безумные, кровавые фильмы, когда-либо сделанные человечеством. Также, возможно, этот фильм сделан самим правительством для пыток заключённых. При помощи света и звукового ряда фильм может вызвать приступы тошноты, головокружения, ну и других похожих симптомов. А также довести заключённых до сумасшествия. Хочу заметить, что понятия имею, существует ли этот фильм на самом деле или нет, однако все мои попытки найти его приводили к ошибке 404, либо удалённым видео. Однако в интернете гуляет якобы кадр из того самого страшного оригинала Сфинкса Сатаны. Этот кадр мы, кстати, тоже разберём, но чуть-чуть попозже. Это была первая крипипаста о Сфинксе Сатаны. Данный кусок текста вы найдёте абсолютно везде, вбив в поисковик «Сатан с Сфинкс». Но когда я читаю эту пасту, я понимаю, что это совсем другой текст. Не тот, из которого я впервые узнал про сатанинского Сфинкса. Я отправился браздить просторы интернета, чтобы найти ту самую крипипасту, где более подробно описывалась теория с правительством и подопытными заключёнными. И спустя определённое время поиска, я эту вторую крипипасту всё-таки нашёл. Это видео было загружено в сеть правительственными чиновниками, которые разрабатывали способы подсознательного общения и контроля над разумом. Предположительная длина видео – 3 минуты 49 секунд. Городская легенда возникла в 2006 году, после того, как предполагаемое видео было загружено в интернет. Утверждалось, что это видео сводило с ума, вызывало депрессию, склонность к самоубийству и мысли об убийствах других людей. Считалось, что видео содержит пронзительную звуковую дорожку. С определённого момента начинают проявляться картины крови и смерти. Затем изображения начинают вращаться так быстро, что показанное на кадрах просто невозможно идентифицировать. Появляется невыносимый шёпот, и экран начинает мигать. После просмотра видео у людей кружится голова, зрители впадают в депрессию, а их ночи становятся бессонными. После того, как многие люди начали жаловаться на видео, правительство США издало приказ о запрете данного фильма, что повлекло за собой удаление видео отовсюду. Больше сатанинского сфинкса никогда не транслировали перед подопытными. Некоторые люди говорят, что на этом видео был показан сатанинский ритуал с подсознательной передачей сообщений, используемый для вербовки участников для проектов по контролю над разумом. Что ж, это было блестяще. Формулировки в этой крипипасте дарят тебе максимальнейший разгул для фантазии, но при этом о сфинксе сатаны ты узнаешь очень мало. Тебе буквально приходится придумывать свой собственный видеоряд и свои собственные звуки, которые могли бы действительно сводить людей с ума. Я знаю всего лишь одну настолько же крутую крипипасту. Однако помимо этих двух паст, есть еще одно свидетельство с реддита об этом фильме. Ребята, сфинкс сатаны это правда. Я хочу рассказать вам странную и, вероятно, необычную историю. Когда я был моложе, у моего брата и его друзей, они были на 6 лет старше меня, была навязчивая идея заходить в интернет и пытаться найти всяческие тупые видео. На этот раз все пошло не так, как планировалось. Брат сказал мне, что его школьный друг посоветовал ему поискать одно видео. На нем был тот самый печальный известный сфинкс сатаны. В том, что произошло, конечно, не было ничего мистического. Так уж получилось. Все это еще было связано с тем, что мой брат, по большей части, был параноиком. Ему очень хотелось посмотреть это видео. Но ему повезло. У него была очень сильная психика, в отличие от его друга. Я назову его Ши. Вокруг этого фильма ходит много легенд. И, к сожалению, на примере Ши, я и мой брат убедились, что все они правдивы. Случилось именно то, о чем вы могли подумать. Ши, к сожалению, покончил с собой после того, как окончательно сошел с ума, просмотрев данный фильм. Мой брат дал кассету с видео мне. Я посмотрел его полностью. И со мной чуть не случилось то же самое, что произошло с Ши. Меня накрыла депрессия, и я пошел на терапию, и в конце концов полностью оправился. После всего этого, я выбросил эту кассету еще в 2011 году. Давайте кратенько разберем все эти крипипасты. Первая крипипаста нам почти ничего не дает. Никакого представления об этом проклятом фильме. Сама история ссылается на анонимуса и на какой-то фан-сайт на эту конкретную тему. То есть, пруфов нет, источники не указаны, едем дальше. Вторая крипипаста составлена максимально грамотно. Она выполняет все свои основные задачи, то есть, поднимает интерес к теме, заставляет включить воображение и представить себе то самое жуткое видео. Ну и даже немного пугает. Крипипаста составлена настолько грамотно, что ты даже не обращаешь внимания на полное отсутствие ссылок на источники. Но при этом, все сказанное звучит тебе довольно правдоподобно. Настоящее мастерство. Автору респект. Однако, как уже было сказано, во второй крипипасте точно так же нет никаких пруфов, подтверждающих хоть что-либо из описанного. Ну и что уж говорить про третью крипипасту. Классическая история в стиле «Это всё реально было!» Но я, к сожалению, избавился от всех доказательств 12 лет назад. Ладно, допустим, я просто нереальный скептик и ищу всяческие опровержения мистики там, где их нет. У нас ведь есть на ютубе ролик с названием «Сатан Сфинкс Фаунд Футаж Фильм». Но, ребят, есть один нюанс. Мне очень страшно за ваши жизни. Ну и еще за то, что вам будет лень смотреть эти три сатанинские минуты, и вы просто ливнете с моего видоса. Ну, короче, я вам сейчас пущу отрывок 10 секунд на оценку. Ну, вы сами увидели, что это за фильм, влекущий за собой самоубийство. Верю, что это именно он вгонял людей в депрессию и заставлял убивать себя и других людей. Ага, конечно. Так оно и было. Но на самом деле я не увидел там тех самых мерцаний, вращений, кровавых изображений. Ну, и раз на то пошло, давайте разберем это видео. По поводу первого изображения я могу мало что сказать, однако в интернете я наткнулся на мнение, что это изображение связано с группой Кейвс из Бристоля. Впрочем, вот вам тот самый взрыв. Это, конечно, не то самое фото. В клубах дыма есть определенное различие, однако, как минимум, этого колдуна тут нет. То самое изображение, которое связывают со сфинксом сатаны. Однако, на самом деле, это фото изначально не имело никакого отношения к сатанинскому сфинксу. На западном ютуб-канале Scary Theater был аналогичный ролик про сфинкса сатаны. Автор говорил, что фотография взята из альбома Decade of Dust группы Hell Horse 2011 года выпуска. Однако, я разделяю это мнение наполовину. Возможно, группа Hell Horse действительно копалась в архивах какого-то из участников, либо все искали у себя дома какие-то старые пугающие фотографии. А, возможно, участники группы просто решили не париться. Все равно в андерграунде полном. Да и взяли фотографии из интернета. Кто знает. Однако, более раннего появления данной фотографии, чем 2011 год, я не нашел. Также я видел мнение о том, что это просто старая хэллоуинская фотка, которая проникла в интернет. Вполне возможно, что так и есть. Болгарское фото 70-х годов. Культ, окружающий машину. И хотя здесь действительно есть что-то сатанинское, к нашему же видеоролику, то есть к сатанинскому сфинксу, никакого отношения данная фотография не имеет. Статуя дьявола из Нью-Джерси. Выглядит в этом видео просто смешно, потому что качество фотографии очень низкое, и просто видно, что она скачана из интернета. Какой позор, ребят. Не делайте так никогда. Тренировка ленинградских пионеров по гражданской обороне. 1937 год, Советский Союз. О сатанинском сфинксе и американском правительстве речи просто и не может идти. Это вообще даже другая страна, что уж там говорить. Обычная хэллоуинская фотография, с ней даже кучу мемов сделали. А вот над звуковым сопровождением действительно постарались. Звуковая дорожка до сих пор вгоняет меня в небольшую панику. Респект. Однако на деле сам ролик это просто позор. В Крепипасте описывается вообще иная картина. В ролике должны быть нырцание, вращение, кровь, всё самое ненормальное, что только может быть. А здесь просто дешёвое слайд-шоу из фотографий из интернета. Прежде чем озвучить окончательные выводы, я хочу поведать вам о первоистоках данной легенды, а также теориях происхождения сфинкса-сатаны. Первое упоминание сводится к сайту Yahoo. Один пользователь ни с того ни с сего обратился к пользователям интернета. Ребят, расскажите мне хоть что-нибудь про сатанинского сфинкса. На этот странный вопрос человек получил крайне необычный ответ. Пользователь Дэвид Джей написал ему в ответ, не буди лихо, пока оно тихо. Фильм запретили не просто так, дружище. Хватит искать этот фильм. Также в ранее упомянутом видосе с канала Скоррит Театр автор получил несколько писем от людей, якобы стоящих за видеороликом Сатан Сфинкс. Самое интересное, что одно из этих писем звучало довольно правдоподобно, поскольку автор письма попросил не разглашать его имени и признался, что Крепипасту он выдумал. Причин верить ему и не верить у нас примерно одинаковое количество, так что право выбора, чью позицию принять, дорогие друзья, за вами. Теперь перейдем к теориям происхождения данного видео. Я не стану изображать из себя ультра-мега исследователей интернета, сразу признаюсь. Все теории кратко расписаны на Иллогопедии. Первая теория происхождения гласит, что Сфинкс Сатаны – это городская легенда, навеянная другим реально существовавшим проектом ЦРУ по контролю над разумом – МК Ультра. Согласно этой версии, Сфинкс Сатаны – это, что естественно, просто миф. Вторая версия гласит, что Сфинкс Сатаны – это не дьявольский ролик, а никнейм интернет-пользователя, либо группы интернет-пользователей, которые скрывались под именем одного человека, то есть сатанинского Сфинкса. Согласитесь, что увидеть это название как ник в КС не так страшно, как название фильма в Дипвебе. Этот пользователь, или эти пользователи, якобы коллекционировали, скажем так, всё, что подходит под определение жанра Гура. Но только, как бы это сказать, содержанием данных роликов являлись не аниме, а реальная съёмка. Третья версия гласит, что Сфинкс Сатаны – это именно то, что описано в Крипипасте. Фильм для пыток подопытных заключённых. И он реально существовал. Что же было на самом деле? Я с 99% невероятностью 1% всегда оставляю. Уверен, что Сфинкс Сатаны никогда не существовал. Это обычная городская легенда, корни которой упираются в реальную жизнь, сплетни простых смертных, короче, в срафанное радио. Я лично считаю, что, скорее всего, эта история ходила сплетнями в реальной жизни, пока кто-то особо доверчивый не решил узнать в интернете. А что это за запрещенный фильм? Кто и что о нём знает? И в итоге просто какой-то мужик решил порофлить над этим доверчивым человеком и начал ему поддакивать в стиле «Да-да, это запрещенный фильм, не спрашивай о нём нигде больше. Мы просто так этот фильм запретили». И в итоге эта легенда пустила корни в интернет, пользователи начали строить теории, развивать эту тему, конечно же начали плодить фейки, экранизировать этот ролик, и в итоге мы имеем, называя вещь своими русскими именами, «Андерграундный смертельный файл». Однако большинство людей к 2023 году просто взяло да позабыло про эту легенду. Ну а теперь представляю вашему вниманию моё видение данного смертельного файла в соответствии с крипипастой. Ну а если вы хотите увидеть фул, то переходите на мой канал, смотрите реконструкцию «Сфинкса Сатаны», смотрите другие мои видосы. Ну а с вами был Иван Силич, также известный под ником «Иван Ток». Всем мистического настроения, до связи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова